Только в «Союзобувь» вы найдете модные тренды обуви этой зимы. Эффектно, красиво, стильно, в полной гармонии, с комфортом и удобством. Только до 15 декабря скидка на каждую пару до 500 рублей. Спешите в наши магазины, бить настоящие холода все ближе и ближе, а нужных размеров обуви все меньше. Никаких больше вечеринок ОМОН ворвался в ночную жизнь Кирова. В буквальном смысле в эти выходные в один из клубов города с проверкой нагрянул Роспотребнадзор. Картину, что называется, не ждали. Сотрудники ведомства пришли с подмогой бойцами ОМОНа и сотрудниками МВД. Персоналу сказали тушить свет, а гостям указали на дверь. Ночная жизнь города, несмотря на антиковидные меры, кипит даже после 23 часов. В развлекательном центре на улице Ломоносова вечеринка проходила в привычном режиме. Музыка, танцы, алкоголь. Кто-то из гостей перебрал и подрался. Музыка, видимо, всех связала. Наряд ОМОНа прервал веселье. Бойцы отряда утихомерили Дручунов. Впрочем, их цель визита была другой. Роспотребнадзор выяснял, как в заведении соблюдаются противокоронавирусные меры. Всех гостей клуба попросили на улицу. Некоторые еще оставались в надежде продолжить веселье, но обратно никого не пустили. Потребили сколько-то, два или три человека, и их вот задержали. А вы подумали, что это из-за вот этих молодых людей все приехало столько народу? Да, может, не так. А много народу было вообще в Нюне? Да. Примерно сто? Много. Проверка шла до шести часов утра. На следующий день и в понедельник телефон клуба был недоступен. В соцсетях кировчане были раздосадованы. По их словам, такими темпами в городе вообще не останется мест, где можно будет отдохнуть. Тем более во время праздников. Отметим, клуб на Ломоносова не единственный, который работал ночью и теперь временно закрыл вход для гостей. Да и пусть работают, достали уже. Где люди должны свои стрессы снимать? А работников клуба и их семьи выкормить будете? В Кировском управлении Роспотребнадзора сообщили, что с замечаний по санитарным мерам во время проверки не было выявлено. Основное нарушение режима работы заведения после 23 часов. Информацию о возможном приостановлении деятельности центра в ведомстве комментировать отказались.